Ко мне обратилось несколько разных людей, представителей органов, систем, профессионального сообщества с просьбой прокомментировать тот законопроект, который сейчас уже внесен в Государственную Думу и одобрен Советом Думы к рассмотрению. Вот у меня в руках протокол заседания Совета Думы от 4.07.2022 года, номер 49. Законопроект посвящен очередной модернизации, слово здесь малоподходящее, но тем не менее он претендует на это. Это седьмой главы, а точнее 54 статьи закона об обороте наркотиков. Ну, для посвященных известно, что седьмая глава закона об обороте наркотиков посвящена лечению и реабилитации наркоманов. И вот в этом месте я должен оборвать свой рассказ и начать с очевидной для меня мысли, которая, собственно, станет основой моего заявления. Никто не сомневается, что наркология – часть психиатрии. Слава Богу, на эту тему дискуссий нет. Мы пользуемся МКБ-10, сейчас будем пользоваться МКБ-11. Там есть соответствующий раздел, посвященный психическим заболеваниям. И частью этого раздела является описание наркологической патологии, которая является психическими заболеваниями. И это, собственно, основа основ нашего понимания, что есть наркологическое заболевание и наркология, как часть медицины. Наркология – это неотъемлемая часть психиатрии. И по-другому быть не может и никогда не будет. Но из этого следует очень ясный, понятный и очевидный нормативный вывод. Наркология должна подчиняться закону о психиатрии. У нас есть закон о психиатрии. У нас есть хороший закон о психиатрии 92-го года. Я никогда не сомневался, что все, что мы делаем, вполне укладывается в логику этого закона, включая тему недобровольной госпитализации. Если там есть 29-я статья, ее можно развивать. Да, пожалуйста, мы можем осмыслить ее, развить. Но, собственно, сейчас даже не об этом речь. А о том, что появление в законе об обороте наркотиков 98-го года главы о лечении наркоманов – это слабоумие. Просто никто не осознает. Но это очевидно совершенно. Это все равно, что в закон об обороте сахара ввести главу о лечении больных с сахарным диабетом. Причем тут одно и другое? Причем тут оборот химических веществ и лечение людей? Ну как это взаимосвязано? Да вообще никак не взаимосвязано. Это бред. И вот мы живем в этом бреде, и было у нас ведомство, которое было заинтересовано этот бред углублять и расширять, холить или леять. Мы все знаем, что происходило в период, когда существовало ведомство под названием ФСКН. Но там была понятна их задача. Они должны были добывать финансирование под свою деятельность. И тема реабилитации наркоманов вполне себе подходила для этого процесса. И не более того, там другого интереса не было. Нет ФСКН. Но маразм продолжается. И вот сегодня, когда мы читаем этот законопроект, это продолжение этого маразма. Вместо того, чтобы изъять седьмую главу из закона об обороте наркотиков, уничтожить ее, ее начинают расширять и углублять. Причем в самом нелепом направлении. Мы с самого начала говорили о том, что нельзя разделять реабилитацию алкоголиков и наркоманов. Только закон, целевой закон о наркотических средствах неизбежно это делал. Потому что про наркотики. А куда при этом деваются токсикованы с алкоголиками, это, собственно, не интересовало никого. В тот период времени, когда пытались под это дело добыть денег. И немалых, кстати. Ну, еще и кроме того, и это тоже очевидно совершенно, что мы не должны допускать разделения медицинской и социальной реабилитации. Ну, нет такого, на самом деле, понятия в реальной практике. В нормативном документе-то у нас теперь есть. А в реальной жизни нет. Как медицинская реабилитация. Что такое медицинская реабилитация? Я не понимаю. Уколы в попу, что ли? Я не понимаю. Есть реабилитация. И в этой реабилитации есть этапы. И там можно увидеть некую специфику под названием медицинские какие-то технологии, социальные, но реабилитация едина. И социальная реабилитация в таком нормативном понимании вполне себе присутствует в первый момент нашего общения с пациентом. Более того, она обязана присутствовать в первый момент общения с нашим пациентом. По-другому быть не может. Наркология – это то, что меняет судьбу человека. Все, что не меняет судьбу человека – не наркология. Мы должны это осознавать и понимать. Поэтому все, что разделяет медицинскую и социальную реабилитацию нормативно – это глупость. Все, что разделяет реабилитацию алкоголиков и наркоманов – это глупость. И этот законопроект статуирует эту глупость. Он создает фундамент для того, чтобы эта глупость разошлась по ведомствам. До последнего момента мы видели спор между Минздравом и Минтрудом. Кто же должен заниматься такой глупостью, как социальная реабилитация? И Минтруд совершенно справедливо говорил. Мы не понимаем, что это такое, и не хотим этим заниматься. Но этот законопроект их к этому принуждает. Они обречены теперь. Потому что в этом законе упоминается иной закон 2013 года о социальном обслуживании граждан, как базовый для социальной реабилитации. И исполнителем здесь должен быть Минтруд. И это бред третьего порядка. И мы во всем этом живем. И не понимаем, когда это прекратится. Вот, собственно, то, что я хотел сказать. Вот, что для меня очевидно. И это ответ на те многочисленные, так случилось, вопросы ко мне, которые в последнее время задавались. Спасибо. Продолжение следует...